Очень много языков, коренных народов, нацменьшинств, они попросту уничтожаются. Почему? Вот давайте начнем с такого большого аналитического объемного вопроса. Ну, это следствие специфики Российской империи. Дело в том, что далеко не каждая империя уничтожает те этносы. Империя это все-таки, как правило, такое полиэтническое образование. И во многих случаях империи не стараются, не стремятся уничтожить образующие, входящие в нее этносы. Политика, скажем, той же самой Британской империи или до этого Римской империи, она, в общем-то, не подавляла этносы. Она их не то чтобы поддерживала, но в основном случае не сопротивлялась тому, чтобы они существовали как отдельные этнические и даже государственные образования. Особенность России, ну, Российская империя, она обладает огромным количеством особенностей. Благодаря, прежде всего, потому что, по сути дела, это Российская империя отличается тем, что у нее не было никогда митрополии. И что такое митрополия для Российской империи? Там территории центральной России, конечно, нет. Значит, Москва, да тоже нет. Вообще, на самом деле, митрополией для Российской империи был всегда Кремль. То есть, только вот администрация центра. В одном случае это самодержность, в другом случае президент, неважно, там, генеральный секретарь, неважно, как это называется. То есть, вот такое вот своеобразие Российской империи. За счет этого, чтобы удержаться Российской империи, приходилось всегда подавлять вот это вот этническое разнообразие. Значит, оно проявлялось и в самой Российской империи до Октябрьского переворота, и в период советской власти. Короткие периоды, когда делалась ставка на какое-то развитие национальных культур, это были очень короткие периоды, которые сменились за тем политикой русификации. И на сегодняшний момент путинская Россия уверенно продолжает именно эту традицию. Уничтожение этнического разнообразия. Ну, фактически, вот заявление Путина, я не знаю, в подводке вы цитировали его, когда он сказал, что недопустимо изучение языка, который люди считают неродным. То есть, о чем идет речь? Идет речь о том, что запрещается изучение языка, который в республиках считается государственным. То есть, оно делается на добровольной основе. Что такое на добровольной основе? Это означает, что, например, в той же самой Удмуртии, удмуртский язык фактически мало кто будет изучать, потому что он не является, так сказать, престижным, он не является шагом в сторону успеха. Ну, достаточно вот такой один факт привести, их можно приводить тысячами. Один единственный факт, кто возглавляет сегодня республику Удмуртию? Господин Бричалов, который не только не является Удмуртом по национальности, который совершенно точно не знает удмуртского языка, и который вообще, я не уверен, что он когда-то в своей жизни, он родился в Адыгее, всю свою карьеру делал в Москве в качестве руководителя всяких общественных палат, Российского народного фронта и так далее. Вот это все обслуживающее Путина. То есть, человек, который, я не уверен вообще, что он когда-нибудь был до своего назначения в Удмуртии. И вот такого человека поставил Путин во главе этой национальной республики. И это символ, это знак того, что для того, чтобы добиться успеха, Удмуртский язык совершенно не нужен. Он непрестижен. Серьезно сопротивление. Здесь есть различия между разными народами, которые населяют Россию. Серьезное сопротивление вот этой политике русификации, политике уничтожения национальных языков, оказывают только те народы, которые в своей истории, в своей исторической памяти имеют прочную, сильную государственность. Это прежде всего татарский народ, народ Татарстана, который, как мы все прекрасно знаем, имел сильную государственность. Это государственность в Казанском ханстве прежде всего. И действительно сегодня народ Татарстана сопротивляется русификации, сопротивляется уничтожению своего языка. Удмурты, несмотря на то, что это довольно древний этнос, но тем не менее они никогда в истории своей не имели самостоятельной государственности. Они входили как частью в Казанское ханство, как частью в Московское ханство, своей государственности не имели. И это, конечно, серьезное препятствие для того, чтобы сохранить язык. То есть в самосознании удмуртского народа не заложено вот это жесткое сопротивление. Вы в своей подводке привели отдельный пример вот этого сопротивления. Вот этот чудовищный пример сопротивления путем самосожжения. Но это единичные примеры. Если в Татарстане это массовое сопротивление, то в Удмуртии такого сопротивления нет. Другой пример жесткого сопротивления русификации – это, например, Якутия, которая тоже имела свою государственность. И, в принципе, там вот этой жесткой русификации тоже сопротивляются, якутский язык сохраняется. Можно привести целый ряд. На сегодняшний момент очень многие национальные языки уничтожены фактически вместе с народами, которые являются его носителем. Прежде всего, это, конечно, народы Крайнего Севера и Дальнего Востока. Здесь перечень этих национальных языков достаточно длинный, которые фактически были уничтожены. Ну, просто потому что они не вели, так сказать, к успеху, они не поддерживались. И вот это этническое разнообразие, к сожалению, в России не только не поддерживается, а уничтожается. На самом деле Россия, советская Россия, в своей истории имеет единственный, уникальный в истории человечества опыт запрета языка, прямого запрета языка. Это фактически запрет на изучение иврита, который в Советской России был принят в 1926 году и продолжался по конец 80-х годов. За изучение иврита сажали в тюрьму, расстреливали и всячески его запрещали. Ну, как минимум, увольнение с работы было для тех людей, которые преподавали иврит. Это уникальное явление. Вообще, несмотря на то, что какое-то поддавливание, какое-то, так сказать, давление на язык или отсутствие поддержки национальных языков, это во многих странах было. Но вот прямой запрет – это уникальный опыт Советской России.